Друзья, ну ты же знаешь GTA, это все же классика, и я с удовольствием играл в нее, начиная еще с первых частей, когда мы с тобой управляли группой пикселей, обозначающих человечка в режиме топ-даун шутера, то есть игра эта была с видом сверху. Эти несколько пикселей весело бегали по городу и расстреливали другие пиксели, ну а последние части превратились в настоящий хит с красочной стрельбой, реалистичной графикой и захватывающим сюжетом. И разумеется, многие производители игр, видя успех GTA, попытались подражать ей и использовать основу геймплея для своих разработок. И вот, я специально для тебя сделал подборку похожих на GTA игр, где ты управляешь персонажем с видом от третьего лица, имеешь полную свободу действий в огромном городе, населенном как нейтральными персонажами, так и злобными врагами. Ты можешь, конечно, строго придерживаться сценария и выполнять задания, а можешь тупо устраивать бесчинство. Город в этих играх живет своей жизнью и прекрасно существовал бы и без тебя, однако именно ты вмешиваешься в его жизнь и способен перевернуть все с ног на голову. Слиппинг Докс ты играешь за полицейского офицера Вей Шэнь, который после долгой карьеры в США возвращается таки на службы в Гонконг. Цели Вея многочисленные криминальные лидеры, до которых полиция не может дотянуться привычными методами. Главная отличительная особенность от ГТА это уличные потасовки, эдакий файтинг. Как ты уже понял, в ГТА драк почти нет, там на первый план выплывает стрельба. А в Слиппинг Докс ты постоянно будешь изучать новые приемы канфу и применять их на практике. Махать кулаками и ногами придется невероятно много, причем временами враги будут налетать на игрока такой жуткой толпой, что в панике придется хвататься за ножи дубинки, а оставшихся недругов добивать уже руками и ногами. В игре мы с тобой наслаждаемся прекрасными видами Гонконга, которые можно обколесить на представителях обширного автопарка или обойти пешком, разглядывая каждую мелочь. Блошиные рынки, яркие неоновые вывески, выплясывающие карнавальные драконы и дерзкие азиатские гопники. Все это отлично передает местный колорит. Серия игр Мафия переносит нас с тобой на улицы гангстерского американского города 40-х 50-х годов. И здания, и люди, и автомобили все из того времени. Как и в классической GTA, мы с тобой будем в большинстве случаев заниматься перегонами машин и доставкой грузов. А в остальное время ты будешь постреливать в гангстеров и скрываться от полиции. Машины в игре сделаны чуть ли не лучше всего остального и управлять ими одно удовольствие. Но это по хорошей дороге. А вот езда по скользкой уже чем-то напоминает балансирование на канате. Стоит чуть-чуть ошибиться и неуправляемый чемодан уже оказывается в кювете. Моделей машин не так уж здесь и много. Набирается чуть меньше 40, но зато каждая проработана с огромным вниманием к деталям. Одной из моих любимых игр является конечно же Sabata. По сути игруля технически похожа на GTA, но главный герой оказывается в Париже времен Второй мировой войны. Да, здесь отсутствует приличная физика и модель разрушения автомобилей. Здесь также никудышные побочные миссии и полное отсутствие вменяемой городской жизни на улицах. Но зато сама по себе игруля выглядит реально классно. Фасады Парижа подсвеченные фонарями и габаритные огни кабриолетов великолепны. Игра довольно плотно привязана к собственному сценарию. Геймплей классный. Это вообще одна из немногих игр этого топа, где переплетаются сразу экшен с паркуром и стелсом. Классно придумано, что в начале районы Парижа черно-белые, а потом после освобождения они обретают свет и вместе с этим теряют все свое оккупанское очарование. Механика игры позволяет импровизировать и выдумывать собственные тактические схемы. Игруля Watch Dogs мне очень нравится, хотя она получила тучу отрицательных отзывов в свое время. Идея игры строится на том, что в виртуальном Чикаго абсолютно все от систем слежения и до контроля давления в водопроводных трубах объединено в центральную систему и контролируется программой. А мы с тобой играем за хакера, который имеет возможность в считанные секунды переключить светофоры, поднять дорожные заграждения и отрубить свет в квартале. Таким образом, даже имея под рукой солидный арсенал, можно вообще не лезть в бой, а взламывая устройство, устранять врагов одного за другим. Разумеется, добрую часть времени придется провести за баранкой. Подход к делу тут видится и вправду очень серьезный, так как автопарк нам предлагают обширный. Десятки грузовиков, мотоциклов, спортивных и бюджетных авто. Очень много и побочных заданий, и в большинстве из них придется заниматься примерно тем же, чем и в основных заданиях, но есть вещи и поинтереснее. Так, например, можно подписаться на поиски серийного убийцы или словно в особом мнении предотвращать еще несовершенные преступления. Серия игр Just Kuz является очень достойными представителями своего жанра. А все дело в том, что в большинстве сцен твой герой будет действовать так, как будто ему наплевать на реализм. Ты почувствуешь себя настоящим супергероем из какого-нибудь боевика, где можно перепрыгивать из самолета в самолет, взрывать нефтебазы и выживать после тяжелых ранений. И используя поочередно парашют, крюк, кошку и вингсют, можно не касаясь земли пересечь хоть весь архипелаг, а в пути сбить несколько вертолетов, взорвать пару танков, разнести блокпост и угнать истребитель. Убить Рико Родригеса очень сложно. Он почти неуязвим и умирает чаще как раз от того, что ты решаешь обнаглеть и сделать все не так, как делаешь обычно. И даже после этого есть вероятность, что твой герой выживет. Вообще, Джест Куст напоминает GTA, когда ты играешь в нее с читами. Я бы мог назвать еще десяток игр, похожих на GTA, но предоставляю эту возможность тебе. Можешь уже задавать вопросы по типу, а где же прототип? А где же Ассасин Скрит или Бэтмен? Да нет их здесь. Просто нет, потому что здесь представлены мои любимые игры. Хочешь увидеть топ-10 игр с открытым миром на Густаве? Щелкай на ссылку в описании. На этом все. Давай пока, твой гус с тобою на века. Субтитры сделал DimaTorzok